Здравствуйте, друзья! Сегодня с нами на связи Леонид, который совсем недавно эмигрировал в Владикавказ в Израиль и сегодня расскажет нам свою историю, историю своей эмиграции. Здравствуй, Леонид, еще раз, скажи, пожалуйста, расскажи немножечко о себе. Всем привет, кто смотрит. Да, я живу, получается, в Израиле уже пять лет, переехал сюда с прекрасного города Владикавказа. Здесь я проживаю сейчас в городе под названием Хайфа. В данный момент вот буквально только-только вышел с карантина по приезду с Владикавказа, так что временно безработный. Сейчас вот буду начинать искать работу, уже начну там учебу, все такое. Сейчас пока вот занимаюсь этим. Ну, расскажи немножечко, почему именно Израиль, да? Как именно ты эмигрировал, по какой программе? Отлично. Какой вид эмиграции у тебя был? Я, на самом деле, практически всю жизнь знал, что как только мне исполнится 18, я сразу же перееду в Израиль, потому что, когда мне был буквально или год или два, моя старшая сестра, которая, собственно, старше меня почти на 20 лет, переехала в Израиль. Когда мне было лет 10-11, мой старший брат тоже переехал в Израиль, поэтому у меня, можно сказать, судьба была тоже предрешена. То есть у тебя были родственники на территории Израиля, и ты как бы эмигрировал через гражданство, да? Да, да, да. Мой дедушка был евреем, и, соответственно, государство Израиль дает право таким, как я, репатрироваться. А какой период времени занял у тебя эмиграционный процесс? Сколько это быстро или долго делается? Ну, как бы, в общем, на это все ушел где-то год, но, как бы, это все делается просто в несколько этапов, и вот сами вот, да, и сами эти этапы, они довольно-таки короткие, просто между ними есть такой большой разрыв, то есть, что нужно собрать вот все вот эти документы, а отправить их, ждать где-то чуть ли не полгода, пока они это все проверят, перепроверят, подтвердят подлинность, да. А так вот, если брать именно то время, в которое я был чем-то занят, именно связанным с репатриацией, это все заняло, это все уместилось буквально в пару недель. Здорово. А нужно ли знать язык или там какая-то присяга? Конкретно для вот этой программы не нужно не знать ни языка, там не нужна никакая присяга, как бы, ты можешь абсолютно спокойно приехать в Израиль по этой, по этой программе, получить паспорт и со спокойной душой полететь обратно в свою страну. Супер. Это позволено. А что вот в преимуществе, что дало тебе вот гражданство Израиля? Гражданство Израиль мне дало, ну вот из того, что для меня самое главное, это то, что у меня есть безвизовый въезд во все страны Европы, в США, насколько я знаю, тоже, ну то есть как бы свободный въезд практически во все страны мира. Ну правда, я пока что этим не пользовался, но все еще впереди. Леонид, ну как я знаю, ты еще прошел военную службу в Израиле. Расскажи, пожалуйста, о ней немного поподробнее. Служба в израильской армии длится почти что три года, то есть это два года восемь месяцев для парней и год восемь месяцев для девушек. Здесь военную службу проходят абсолютно все, как парни, так и девушки. А как сама вообще военная подготовка, как она вообще проходит? Сложно или нет? Военная подготовка здесь бывает разная, то есть есть люди, те, кто хочет служить именно в каких-то боевых войсках, то есть это прям все время с автоматом бегать, палить и все такое. Также здесь очень большое внимание уделили войскам поддержки, как бы, то есть служба в тылу. То есть, допустим, я как бы, я служил в военно-воздушных силах, все, что я делал в армии, это и изготавливал детали для самолетов, для вертолетов. Ты прыгал с парашютом, наверное, да? Ну да, так, по выходным. А вот у женщин тоже такое вот различие? Военная подготовка, да, там боевая, сильная, и вот что-то в тылу, да? Или у них какое-то совсем другое? Нет, у них, как бы, в принципе, то же самое, но немножко в других соотношениях. То есть парней все-таки в основном отправляют в Айсхаймена боевые, а девушек в основном на какую-то более, там, какую-то работу офисную, так сказать. А, все, поняла, поняла. В израильской армии, как бы, служба считается очень, как бы, почетным делом, и поэтому все идут, как бы, по собственному желанию. А какой вот срок, да, там, от какого возраста берут, да, и до какого? Берут с 18 лет всех. После, как бы, если ты смог, как-то, я не знаю, там, откосить до 25, то, скорее всего, то тебя уже, скорее всего, не возьмут. Хорошо, а как обстоят дела, вот, допустим, с русскими гражданами, которые вот так же легализовались, получили гражданство, они уже прошли армию в своей стране, обязательно ли им проходить еще и на территории Израиля? Обязательно. Ничего себе. Да, то есть, если хочешь здесь жить, то будь добр, взять автомат в руки. Плюс армия вообще, как бы, старается очень сильно помогать тем, кто вот так вот переехал в Израиль без родителей, то есть, помогают и финансово, помогают с какими-то, я не знаю, там, с мебелью, то есть, мне давали деньги всю службу. В общем, льготы предоставляют. Мне давали деньги всю мою службу на съем квартиры. То есть, и как бы это, служба в армии здесь тоже не такая, что ты все время только на базе, то есть, у меня было так, то есть, я был пять дней на базе, два дня дома, пять на базе, два дома. Супер. То есть, куда-то там за пределы страны, да, они не отправляются, да, там, в другие города, допустим. Поняла, поняла. Как только ты получил свое гражданство, первым делом в Израиле, чем ты начал заниматься? А, вот, это, это как, как сказать, первый год после того, как я приехал в Израиль, я жил на вот этой самой программе, то есть, целый год нам всем, вот, всем, кого в тот год собрали с СНГ, нас всех перевезли в одно общежитие, мы там жили, считай, 10 месяцев, нас там учили языку, языку, наверное, да, кормили, почти что каждую неделю мы ездили на экскурсии по всей стране. Это все бесплатно, а для государства? Все бесплатно, все за счет государства. Супер. Да. Ну, вот, где-то 10 месяцев мы жили так, а потом уже, как бы, нам сказали, что все, ребята, отправляйтесь в свободное плавание, дальше начинается ваша жизнь. Ну, так, вкратце расскажи, как обстоит жизнь в Израиле все-таки? Жизнь в Израиле обстоит... Ничего, чем в России? Ну, тут смотря в чем, как бы... О минусах и плюсах, да, вот для себя, которые ты вынес для себя. Плюсов, в принципе, здесь довольно-таки много, поэтому мне кажется, я лучше сконцентрируюсь конкретно на минусах. Да. Для меня самым главным минусом это была погода, как бы. В Израиле очень жарко, очень. То есть вот сейчас, середина апреля, здесь уже, ну, градусов под 30 днем. Очень высокая, очень высокая влажность, и поэтому здесь очень жарко. То есть без кондиционера невозможно. Не выжить. Вообще никак, да. На улице тоже, как бы, находиться днем очень трудно. Мне лично это прям очень сильно мешает. Так, а помимо... Из плюсов, ой, из минусов я бы также назвал бы кухню, потому что мне здесь не нравится вообще, как здесь готовят. Нет. Я не знаю, в чем конкретно дело. То ли в неумении местных поваров, то ли здесь просто какие-то другие продукты, я даже не знаю. Но здесь просто все в разы хуже по вкусу. Как обстоят сами дела вот с качеством жизни, да, там, допустим, и той же едой, транспортом, медицинской сферой, допустим? Ну вот качество жизни – это здесь самый главный плюс. То есть тут сделано практически все просто максимально удобно. В плане транспорта, в плане магазинов. Вот не считая того, что каждую пятницу это все закрывается на целые сутки. Расскажи, почему. А, ну да. Почему у вас магазины в пятницу, раз это закрывается? Потому что государство Израиль очень-очень-очень, так сказать, религиозное. А так как в Торе сказано, что по субботам работать нельзя, то евреи восприняли это очень-очень-очень серьезно. И уже вот сколько, пять тысяч лет по субботам не работает ничего. А по воскресеньям? В воскресенье в Израиле – это первый день недели. То есть здесь все чуть-чуть взяли и подвинули. То есть в пятницу получается как бы короткий день, да? Да, в пятницу – это короткий день, в субботу – это полноценный выходной. Да, и магазины, там, детские сады, все закрывается? Все закрывается, не работает практически ничего. Там некоторые, я не знаю, какие-то бары, может быть, и какие-то кафешки. Все остальное закрывается полностью. И так же не ходит транспорт. Ага. То есть, подожди, а такси? Такси ходят. И я имею в виду именно общественный транспорт. Понятно. То есть желательно в пятницу вечером закрыться дома с полным холодильником и никуда не выходить, да? Ну, можно, в принципе, сходить так и погулять, но негде. Угу, жутко. Скажи, пожалуйста, чем ты, вот, чем тебе нравится или ты увлекаешься в Израиле? Конкретно в Израиле? Мне нравится море. То есть, я живу, как бы, здесь, здесь, как бы, какой город не возьми, он будет, в принципе, очень, очень близко к морю, к любому. Вот, в частности, я живу, получается, где-то в 20 минутах от моря. У меня вот здесь из окна даже чуть-чуть видно. Так что, в этом плане очень... А? Ты с компьютера? Да. А, я хотел... Да, я его так не развернул. Чтобы я тебе чуть-чуть позавидовала. Ну, тут не так, чтобы прям очень его видно, так издалека маленький кусочек. Ну, уже хотя бы что-то. Ну, конечно, уже душу греет немного. А скажи, вот когда ты только эмигрировал в Израиль, да, что тебе показалось, ну, может быть, диким, да, или, может быть, ты не смог до сих пор с этим смириться, да, может, какие-нибудь традиции, что-нибудь такое? Какие-то подводные камушки Израиля? Самым диким, да, это, конечно, это вот это просто страшная жара. Вот то, что я уже сказал, что Израиль это просто ультра-религиозное государство, что тут очень много, что работает именно конкретно по религиозным законам. Например, даже то, что, как бы, и из-за того, что что-то было на эту тему сказано в Торе, вы в Израиле нельзя есть мясную продукцию вместе с молочной. То есть мясо с сыром нельзя. Подожди, но если ты дома и никто тебя не видит? Так можно, но, как бы, где-нибудь... Капсу, я, допустим, в ресторане, да. Да, да, где-нибудь вне дома ты это не закажешь и не поешь. Это было очень неприятно, на самом деле. То есть, подожди, официанты мне просто не принесут данный заказ или даже не примут его, правильно? Даже не примут. Интересно. И такого даже нету в меню. То есть у них есть отдельно мясное меню и молочное меню. Не знаю, буду знать. А если я, допустим, хочу мясо, а вот с чаем я хочу сыр попить, все равно не принесут? Я не пробовал, кстати, так? Это, в принципе, надо будет попробовать. Звучит интересно. Ну, подожди, но они же не будут меня контролировать, да, в какой последовательности что я ел? Я так думаю, что, скорее всего, у них там этого сыра даже вряд ли он будет. Потому что, как бы, большинство заведений именно делятся. На мясные и молочные. То есть, там, где есть мясо, сыра не будет. Там, где есть сыр, мяса не будет. Жутко. Мне это было очень дико, честно говоря, как большому любителю мяса по-французски. Да, мне это было очень дико, что тут-то о таком даже не слышали. Вас слушаю, Леонид, а как обстоят дела с трудоустройством в Израиле? С трудоустройством, смотря в какую конкретно сферу. То есть, как бы, если человеку, в принципе, все равно, где работать, то есть он хочет, я не знаю, как бы, допустим, какую-то работу просто на время учебы или вот что-то такое, без проблем. Это можно, в принципе, спокойно найти в течение недели-двух и все. То есть, официантам или, я не знаю, в магазин одежды, на завод, как бы, везде есть очень много мест. Да, то есть, с этим никаких проблем нет. Если же нужно что-то более узкоспециализированное, то тут уже возникают иногда сложности, потому что, как-то сказать, к людям с неместным образованием здесь относятся все-таки подозрительно. Тем более, если это что-то из стран СНГ. Да, 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 инженерия, да. Да, то есть, тогда все-таки уже желательно получать образование здесь, и тогда с работой по проблем не будет никаких вообще. Поняла, Леонид, спасибо большое. Вот скажи свои будущие планы, да, на жизни. Вот ты пытаешься остаться до сих пор в Израиле, или все-таки ты думаешь о переезде, может, тебя уже интересует какая-то другая страна, все-таки у тебя без виз, да? Да, меня очень интересует какая-нибудь другая страна, да, потому что, как я уже сказал, здесь тоже есть всякие свои минусы, и я еще как бы не сказал про один из самых главных минусов, это то, что здесь как бы все-таки, как сказать, Израиль находится в состоянии постоянной войны с Сирией, с Ливаном, с Ираном, то есть тут постоянно все-таки есть какая-то вот эта вот напряженность, и поэтому тоже, это тоже немножко так мешает спокойной жизни. Ну, конечно. Какая страна тебя больше всего привлекает? Новая Зеландия. Просто не самая. Поняла, Леонид. Тебе большое спасибо за интервью, за то, что уделил нам время. И тебе тоже пришлось спасибо. Обязательно можешь к нам обращаться, мы тебе поможем с Новой Зеландией тоже. Отлично. Значит, все это буду делать через вас. Спасибо большое. Всем пока-пока. Пока.